Несколько дней назад я выкладывала для вас видео, как я готовлю селёдку под шубой совершенно необычным способом. Сегодня более привычный вариант. И казалось бы, что в салате шуба может быть нового. Эта шуба будет с изюминкой, особенно сочной, нежной и майонеза в ней минимум. Подписываемся и готовим! Для шубы беру две дворные картофелины весом 300 грамм и потру их на тёрку. Форму, в которой у меня будет салат, я смажу растительным маслом. В дальнейшем красивые порционные кусочки будут хорошо выходить благодаря этому маслу. Теперь в форму первой я выкладываю именно потёртую картошку. Равномерно её распределяю, создавая небольшой бортик. Добавляю ложку майонеза и размазываю по картошке. Майонеза много на картошку не кладу. Дальше я беру одну селёдку, две филейные части, и режу на небольшие кусочки. Селёдка отправляется поверх картошки. Опять равномерно распределяю. Слой селёдки я ничем не смазываю. Дальше я щедро беру лук. У меня две луковицы. И режу небольшими кусочками. Порезанный лук высыпаю на селёдку. Теперь я беру 6% натуральный яблочный уксус. Немного зажимаю в бутылку. И хорошенько сбрызгиваю сверху лучок. Теперь таким же способом я вздабриваю сверху рафинированным растительным маслом. Кто любит нерафинированное, добавляйте по своему вкусу. Лук и селёдка промаринуются таким способом. И будут такими вкусными, какими бы никогда не были, если бы мы просто смазали майонезом. И картошечка внизу также будет особенно вкусной, так как она получит свои соки сверху. Следующий ингредиент, который я всегда кладу в шубу, это яблоко. Яблоко почищу. Теперь натираю яблоко прямо сюда. Яблоко, как и другие продукты, равномерно распределяю. И вы знаете, в этой шубе яблоко не будет чувствоваться как отдельный продукт. Вкус яблочко сольется с другими вкусами и придаст свежесть, нежность, пропитанность. Она будет очень-очень вкусная такая шубка. А ваши гости даже не догадаются, что здесь есть яблочко. Только удивятся, почему ваша шуба такая вкусная. Яблоко я также ничем не смазываю. Дальше я беру 2 яйца. Получается такой принцип всего по паре. И также натираю. Яйца отправляются на яблоко. А вот теперь я добавляю пару столовых ложек майонеза. И смазываю сверху слой яиц. Двигаемся дальше. Беру 2 морковки 400 граммов и опять тру на терку. Морковка, естественно, идет следующим слоем. Поверх морковки я также добавляю пару столовых ложек майонеза. И смазываю. Теперь свеклу. Ее я также беру 2 штуки. Здесь 450 граммов. Потертую свеклу выкладываю. Распределила ее. И снова смажу майонезом. Сверху вилкой проделаю волнистый рисунок. Чтобы шуба выглядела наряднее, я ее еще упрашиваю простым способом. Сверху вилкой проделаю волнистый рисунок. Возьму веточку петрушки. Рецепт, как видите, простой, но со своей изюмой. Если он вам понравился, оставайтесь со мной и подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы увидеть другие интересные рецепты. Давьте лайк. Спасибо за ваши добрые комментарии. Хороших вам новостей. Хорошего настроения. И увидимся в следующем вкусном видео.